Екатерин Буженко отсудила деньги у организаторов «Уральской ночи музыки» за сломанную во время концерта группы «Литл Биг» ногу. Как рассказал Александр, муж пострадавшей женщины городскому порталу Е1, в июне 2019 года по просьбе дочерей они пришли на Октябрьскую площадь рядом с театром драмы на концерт, популярный у молодежи группы «Литл Биг». Зрительная часть была поделена на несколько секторов металлическими заборчиками. В тот сектор, где находилась их семья, пускали только с заранее полученными браслетами. Это был так называемый фан-сектор. Однако уже после второй песни толпа, стоявшая дальше от сцены, стала налегать и повалила одну из секций забора. Металлическая конструкция упала на ногу жене Александра Ольги, а сверху попадали еще несколько человек, стоявшие до этого за заборчиком. К сожалению, женщина получила открытый перелом ноги, так что лидеру группы «Литл Биг» Илье Прусикину даже пришлось остановить выступление и обратиться к зрителям с просьбой пропустить пострадавшую. В середине толпы девочка сломала ногу, ей нужно просто вытащить ее оттуда. Пожалуйста, давайте войдем в положение и сделаем ей коридор. Окей? Минуты две, давайте. Вынеси жену на набережную, Александр вызвал скорую, а через несколько дней обратился в продюсерский центр «ЛАД» Евгения Горенбурга с требованием компенсации полученного вечера. По его мнению, за безопасность зрителей организаторы концерта должны нести ответственность. К тому же в этом случае явно имело место халатность. Массы разделяли хлипкие заборчики и никто из охраны за этим не следил. Кроме того, на одном из фото Александр разглядел брак в конструкции того самого звена, который упал на его жену. Там отсутствовала одна из петель крепления. О, вот же организаторы. Вот такая штука произошла. Пал ограждение в своем, но думаю, жене. Концерт в ручную перенесли ее. Однако у строителей концерта отказали потерпевшим. Отказом в возбуждении уголовного дела прокомментировали заявление Александры в полиции. А вот прокуратура требования пострадавших поддержала. В ходе состоявшегося в Ленинском районном суде заседания, по словам Александра, он предоставил все доказательства вины организаторов концерта, тогда как ответчики лишь заявляли о своей невиновности, ничем не подкрепляя свои слова. В результате иск прокуратуры, действовавшей в интересах женщины, суд удовлетворил частично. Вместо запрашиваемых ею 253 тысяч рублей материального ущерба, связанного с временной нетрудоспособностью и затратами на лекарства, у строителей ночи музыки должны будут выплатить Ольге только 17 тысяч. Остальной ущерб не был должным образом подтвержден. А вместо миллиона морального вреда, женщина должна будет получить 200 тысяч рублей. Впрочем, в интервью Е1 Евгений Горенбург подтвердил, что не согласен даже с таким решением и будет подавать апелляционную жалобу. В числе его аргументов звучит, например, что концерт этот был бесплатным, а значит, никакого договора со зрителями у строителей не заключали. В последние годы «Уральская ночь музыки» собирает сотни тысяч зрителей, являясь крупнейшим в мире музыкальным офлайн-фестивалем. И каждый из этих сотен тысяч берет на себя ответственность за свое здоровье.